На товарной базе состоялась презентация зимнего скейт-парка. В начале декабря любители экстремальных видов спорта обратились в администрацию города с просьбой выделить помещение, чтобы ребята могли заниматься любимым делом и зимой. Решение нашлось быстро. Глава администрации предложил развивать это направление на городском уровне и привлекать в эту деятельность как можно больше молодежи. Поскольку это ребята, подростки, дети, это наша ценность городская, наша задача использовать городские территории, городские возможности, чтобы ребята могли себя реализовать в позитивных видах, в любых видах. Спорт, культура, искусство. Главное, чтобы находили себя и совершенствовались. Андрей Денисенко с таким предложением согласился, и теперь он не только возглавляет клуб, но и руководит новой секцией Центра внешкольной работы. В новом помещении площадью около 200 квадратных метров занимаются 40 подростков. В скейт-парк ребята назвали «холодильник», так как раньше там стояло холодильное оборудование. Все фигуры для выполнения трюков ребята сделали своими руками. Пока их немного. В дальнейшем мы планируем еще улучшаться, делать что-то новое здесь, потому что это еще не все. Надо еще многое продумать, сделать. Еще сейчас ребята покатаются, скажут, чего не хватает. Мы учтем все эти мнения и сделаем еще фигуры. После небольшой пресс-конференции ребята показали мастерство владения велосипедами и самокатами. Работу им в этот день усложнили видеооператоры и фотографы городских СМИ. Пытаясь сделать красивые кадры трюков, они подходили слишком близко к фигурам. Тем, кто хочет научиться делать трюки на велосипедах, самокатах и роликах, нужно обратиться к руководителю клуба Андрею Дюнисенко. Минимальные требования – это средства защиты. Шлем на коленнике, на локотнике и транспорт, на котором планируете освоить экстремальный спорт. Елена Грецкова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей СРУ-24.